В знаменательный для курорта день состоялся Петербургский диалог, форум гражданских обществ в России и Германии, созданный в 2001 году по инициативе президента Российской Федерации и федерального канцлера ФРГ. С тех пор встреча поочередно проходит в двух странах. На этот раз она состоялась в Сочи, которая по праву считается не только курортом, но и площадкой для крупных международных событий. Это очень приятно, что в день города у нас такое международное событие очень важное. Мы еще раз подтверждаем, что мы сезонный международный курорт, который работает круглый год. Ежегодно в петербургском диалоге принимают участие политики, ученые, деятели культуры и, конечно, представители СМИ. Главная цель встречи – углубление взаимопонимания между Германией и Россией и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества во всех сферах общества. По традиции российскую делегацию на форуме возглавляет Виталий Игнатенко. Рабочая группа имеет такую стратегическую задачу на многие годы. Мы уже собираемся в 10-й год. Это определить работу средств массовой информации для того, чтобы мы были понятны для германского зрителя и читателя. И российский зритель понимал позицию германских средств массовой информации. Мы, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы не было никаких информационных войн между нашими странами. Во время дискуссии не раз поднимались актуальные и острые вопросы. Каждая из сторон высказывала свое мнение в отношении главной темы – Россия и Европа, будет ли холодная война. Одни уверены, что она в медиаполе уже в полном разгаре, другие считают, что только набирает обороты. Сошлись, пожалуй, только в том, что ситуация требует скорейшего решения, ведь от взаимных обвинений в СМИ страны вполне могут перейти к активным действиям. Представитель Германии напомнил, к чему могут привести такие события и даже вспомнил события из истории. В Германии в 50-е годы, должен вам сказать, люди настолько сильно боялись Россию, что вы даже не можете себе это представить. Страх был настолько силен, что европейские политики стремились выстроить европейское объединение для обороны. Впрочем, в процессе обсуждения проблем все же получилось найти фактор, который способен все изменить. По словам участников форума, единственным путем укрепления политических взаимоотношений могло бы стать развитие экономического сотрудничества. Тем более, что основа есть, несмотря на политические споры, количество сделок между российским и немецким бизнесом ежегодно только растет. К слову о проведении международной встречи у нас на курорте, теплое сотрудничество двух стран прослеживается и через дружбу двух городов-побратимов Сочи и Баден-Бадена. Елена Всецина, телекомпания ФКТ. Субтитры создавал DimaTorzok